С конца мая в регионе установилась жаркая погода. Это способствовало тому, что тополя в Воронеже начали цвести уже в 20-х числах мая. Что примечательно, это растение растет на любых почвах, оно неприхотливое в уходе. Такое свойство способствовало распространению тополя. И хоть тополя в городе спиливают, на многих улицах города они еще сохранились. Так вот, пылят, как я уже сказал, женские формы. Количество их, ну, можно сказать, ничуть не меньше, чем мужских форм. Высаживать тополь в Воронеже начали в начале 50-х годов прошлого столетия. Достоинство этих деревьев. Они быстро растут, выделяют много кислорода и очищают воздух от пыли своей листвой и пухом. Тогда не думали о том, насколько пух будет вредить населению, которое проживает в этом районе. Тогда думали, как быстрее выполнить задачу и больше посадочного материала посадить в черте города. Ведь всем известно, что тополя, кроме того, что они пылят, они выполняют очень много положительной функции. Лучше чистильщика атмосферы в городе не существует. Самое большое количество углекислоты, которое поглощается из атмосферы, это как раз и являются те формы и гибриды тополей, которые у нас произрастают. Лист тополей, он поглощает, кроме углекислоты, еще и большое количество пыли. То есть вот тот бальзамический налет на листьях, он хорошо очень адсорбирует пыль, которая летает в атмосфере. Но меж тем главный недостаток дерева – это пух. Он проникает сквозь открытые окна, забивается в самые труднодоступные места, липнет на ценовеском, коврам и перекатывается комьями по квартире. Еще пух чаще всего падает на землю, а затем с потоком ветра поднимается вверх. В этом случае он заносит в квартиру еще и пыли микробы, которые в итоге попадают в наши дыхательные пути. Ну и дешевле, в глаза, в нос везде, все чешется. Но все равно время две недели, как сказали, пройдет. Остается терпеть. Подметают тут, убирают. И что еще? Ну говорят, дышать лучше, хуже было бы без него. Но мне кажется, лучше без него было. Опаснее всего пух для людей с бронхиальной астмой. Он становится не только физическим раздражителем, но и катализатором новой вспышки заболевания. Пух тяжело переносит люди с хронической заложенностью носа. Во-первых, в глаза попадают раздражение и дышать тяжело. Главная опасность – это легкая воспламеняемость пуха. Его горение может привести к тяжелым последствиям. Поскольку пух легко залетает в подвалы жилых домов и находится рядом с припаркованными машинами, это может привести к пожару. За поджигание пуха предусмотрена административная ответственность. Штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей для физических лиц. От 30 до 60 тысяч для должностных лиц. И от 400 тысяч до 800 тысяч для юридических лиц. По словам ученых, процесс слетения тополей занимает 2-3 недели. После чего с первым сильным дождем грозья тополя тяжелеют, и он перестает летать. Пока же горожанам и гостям города придется немного потерпеть. Виктор Шацкий, Валерий Бобкин, 41-й телеканал, Воронеж.